Власти дают законникам время и возможность покинуть страну, однако этим пока никто не воспользовался. Воры в законе не стремятся покидать Россию после принятия закона о наказании за обладание этим титулом, несмотря на то, что власти дают им время и возможность уехать. Об этом рассказал ура.ру источник. Сведения о том, что воры покидают Россию, у меня нет, минус заявил источник, отметив, что законникам дают время и возможность уехать, но пока этой возможностью никто не воспользовался. По большому счету вором можно быть только в России. Воры минус чисто российское явление, и их существование вне России лишает их идеологической и энергетической подпитки, минус добавил он. Источник также рассказал о том, что были отмечены поездки некоторых воров в законе в Израиль якобы для оформления гражданства, однако все ездившие вернулись обратно. По его словам, главное, за что в воровском мире идет междоусобица, это именно контроль за Россией. Источник отметил, что в некоторых регионах законников могут привлечь к ответственности по новому закону, и для региональных начальников правоохранительных органов это минус хорошая возможность отличиться. По его словам, воры, находящиеся в местах лишения свободы, наиболее уязвимы перед новым законом, поскольку по ним проще всего собрать оперативный материал. У администрации появляются на воров дополнительные рычаги воздействия, минус сказал Источник. По его словам, у властей нет политической воли истребить законников как феномен. Источник считает, что новый закон направлен не столько против законников, сколько против опкоэкономической направленности, неуплата налогов, хищения из бюджета, коррупция, мошенничество, злоупотребление служебным положением. Экономические воры не представляют угрозы для государства. Ущерб, который они наносят стране и ее населению, ничтожен, особенно по сравнению с теми, кто ворует из казны миллиардами, минус заявил он. Силовики в настоящее время одинаково хорошо контролируют ситуацию в криминальном мире во всех регионах России. При этом правоохранители не вмешиваются в корпоративное дело законников. Вопросы, которые решаются на воровских сходках, по словам Источника, некоим образом не пересекаются с интересами силовиков и не угрожают безопасности государства.